Здравствуйте! Сергей Демиденко, Старая Школа Здоровья. Скоро мы уже научились расслаблять свою ведущую руку, правшую правую, левшую левую. Пришло время заняться второй рукой. То есть теперь мы расслабляем обе руки одновременно. Для этого мы напрягаем обе руки одновременно. Концентрируемся вот на тех ощущениях в напряженной, целиком напряженной руке. Вот скоро вы помните уже, что мы сжимаем кулак и чуть отводим его в сторону, чтобы обе части предплечья напрягались примерно одинаково. Но то же самое делаем и в своей второй руке. Сжимаем кулак и отводим его в сторону. Либо сюда, либо сюда, кому как удобнее. Главное, чтобы чуть-чуть отвести от центральной линии, чтобы внешняя сторона предплечья тоже напряглась, и чтобы мы почувствовали напряжение всего, целого предплечья. Потому что потом его легче расслаблять. Итак, мы занимаем нашу позицию, позицию кучера. Расслабляемся, выравниваем тело, чтобы оно там у нас никуда не качалось. Или если это в постели, укладываемся поудобнее. Но сейчас я нахожусь в позиции кучера, чтобы подбегаем чуть вперед, чтобы колени, а самое главное, чтобы икры чувствовали себя спокойно, свободно, расслабленно, и чтобы там не застаивалась ни кровь, ни римфа. И вот в этом нашем оптимальном состоянии для расслабления мы аккуратненько сжимаем кулаки, напрягаем обе руки и концентрируемся вот на этом напряжении в руках. Везде. От пальцев, предплечья, плечи, дельты и даже немножко лопатки. И сбрасываем напряжение. Если мы уже тренировались достаточно регулярно с правой рукой, мы уже сразу чувствуем, как там в правой руке начинает появляться ощущение расслабления, тепла и тяжести. И то же самое вслед за правой рукой у правшей начинается в руке левой, хотя может быть немного слабее, просто потому что мы привыкли работать своей ведущей рукой. Но тем не менее мы еще раз напрягаем обе руки примерно одинаково. Напрягать можно так, как удобно, потому что в традиционных школах психотерапевтических я часто вижу совет напрягаться прям максимально до дрожи. Но если мы хотим расслабляться, если мы хотим как можно быстрее ощутить расслабление, в деле нет необходимости мышцы вот прям до максимума напрягать. Достаточно просто почувствовать, что они напряжены, а потом напряжение сбросить. Самое главное здесь контраст. Потому что по контрасту мы сразу ощущаем, как наши руки представляются сразу, превращаются в такие наполненные теплом тяжелые трубы. Или что-то еще такое же. Но здесь ключевые ощущения. Тепло, тяжесть, расслабленность. И такое что-то вроде пластилина. Вот оно лежит у меня на коленях, и оно совершенно вот такое кажется, его можно было бы изогнуть в любом направлении, если захотите. Но я этого не хочу. Именно это ощущение тепла, тяжести и расслабления и является ключевым. Поэтому мы сейчас с вами на вдохе проговариваем про себя. Мои руки на вдохе, а на выдохе расслабляются. Выдох должен быть длиннее, чем вдох. Вот мои руки, я вдохнул, расслабляются. И с каждым звуком проговариваемого слова я ощущаю, как это расслабление становится все более заметным в обеих руках. А затем, опять на вдохе, и можно еще раз напрячь руки, тяжелеют. Вот она, та тяжесть, которая всегда связана с расслаблением. Тяжесть – это наполнение свежей кровью. Свежая кровь приносит кислород, она приносит энергию и она уносит, откуда продукты распада. Свежая кровь приносит целый отдых. А теперь можно еще раз сделать и на вдохе, но уже не напрягать руки, и теплеет. И теперь к этой тяжести добавляется ощущение тепла в обеих руках. Это довольно сложно поначалу человеку, который не привык как-то вслушиваться в собственное тело, но это дело тренировок очень небольших, буквально несколько дней. Теплеют. В тяжести это тепло, оно приходит само собой, автоматически. Стоит только представить, как рука тяжелеет, и она тут же начинает нагреваться. Это связано, как я уже сказал, одно с другим. Тяжесть – свежая кровь. Свежая кровь всегда теплая. У кого-то это тепло ощущается изнутри. Вот там вот куда-то изнутри начинает выходить наружу. У кого-то тепло вначале ощущается на коже, словно бы кожа превращается в лампочку, излучающую тепло. И чтобы почувствовать тепло внутри, приходится концентрироваться вот на этом тепле внешнем и потом проникать туда все больше вглубь. Для того, чтобы полностью проверить, расслаблены ли обе руки, достаточно ли хорошо они расслаблены, полноценно ли они расслаблены, и где еще, может быть, есть какой-то не до конца отпущенный мышечный зажим, рекомендуется обычно представлять свое внимание в виде лучика фонарика. То есть я сижу, вот я уже все сделал, руки расслаблены, прикрываю веки и в этой темноте, в этой комфортной, уютной и безопасной темноте, как под бабушкиным одеялом, я своим вниманием, воображаемым пятно внимания прохожу сначала свою главную руку, рабочую. Я правша, поэтому у меня правая. Вначале я смотрю за своими глазами воображения, глазами души. Сначала я прохожу пальцы и ладонь, потом запястье, неторопливо поднимаюсь вверх по предплечью к локтю, от локтя поднимаюсь вверх по плечу до плечевого сустава, нет ли где-нибудь какого-то напряжения, везде ли это ощущение тепла, тяжести и расслабленности одинаковое. А затем я точно так же перехожу на левую руку. Если сложно представить себе пятно фонарика, из моего собственного опыта, я сам как-то с этим имел проблемы, мне кажется, намного удобнее представлять свое воображение не лучом фонарика, а солнечным зайчиком. Потому что солнечный зайчик, вот то пятно солнечного света, которое где-то падает на стену, если положить под него ладонь, мы всегда почувствуем, что этот зайчик на ладони, он теплый, потому что это действительно солнечное тепло. И поэтому проверять свое расслабление в руках и во всем теле намного, мне кажется, эффективнее, если свое собственное внимание представить таким теплым солнечным зайчиком, который не только проверяет состояние, но еще и дополнительно нагревает, согревает, расслабляет мое тело. И вот в этом положении, положении позы кучера, когда моя главная рабочая рука расслаблена, я этим солнечным зайчиком точно так же прохожу мою вторую руку, менее использованную. У правшей левая, у левшей правая. И точно так же в начале глазами воображения, глазами души я представляю, что этот солнечный зайчик лег на пальцы и ладонь. Потом точно так же он поднимается на запястье, просвечивает все запястье теплом и расслабленностью, неторопливо поднимается вверх по предплечью, проверяя, везде ли мышцы расслаблены. И через локоть поднимается вверх к плечу. И плечо тоже проверяет. Если это делать регулярно, два-три раза в день, утром и вечером, и хотя бы раз на работе, вот такое проверяние собственного расслабления, мы довольно быстро научимся вызывать у себя в руках не только чувство тяжести, но и чувство легкости. Потому что когда это расслабление длится какое-то очень небольшое время, буквально пару минут, а то и буквально десятки секунд, вслед за этой тяжестью, приятной из расслабления, начинает появляться ощущение тепла, и вслед за теплом ощущение легкости. Легкость в руках, легкость в ногах, легкость в теле. Легкость – это сигнал к тому, что мышцы уже отдохнули, мышцы восстановились. Пусть не очень сильно, но они уже восстановились. Поэтому всегда, занимаясь руками или ногами, или занимаясь всем телом, мы заканчиваем наше упражнение фразой «руки расслабляются и теплеют». То есть опять на вдохе мои руки расслабляются, я уже руки не напрягаю. и на вдохе и теплеют. И заканчиваю я свое упражнение фразой «на вдохе мои руки расслабленные, на вдохе и теплеют». На вдохе и отдохнувшие. И когда пришло время заканчивать упражнение, я повторяю «легкие». «Мои руки расслабленные, легкие, отдохнувшие». Потому что эта легкость, тепло и отдых выбирают ненужное уже расслабление, ту тяжесть, которая будет нам мешать заниматься своими делами. После ощущения тепла и легкости в руках мы можем заканчивать. То есть мои руки расслабленные, теплые, легкие. На этом я делаю еще один длинный вдох, длинный выдох и потом перехожу на дыхание уже активизирующее, когда у меня выдох короче, чем вдох. Обычно двух-трех таких коротких выдохов хватает, чтобы прошла сонливость, появилось ощущение, появилось ощущение отдыха в общем теле и руки, которые вот буквально минуту назад были тяжелые, расслабленные, сейчас стали легкие. Легкие и готовые к работе. Это упражнение буквально несколько минут. Когда мы его заканчиваем теплом и легкостью в руках, теплом и отдыхом в руках, это упражнение хорошо практически для всех, кто занимается руками, работает руками. Неважно, компьютерный или это программист, которому приходится целый день вот щелкать мышкой и находиться в разных неудобных положениях, женщина, которая вынуждена что-то делать руками, шить, например, или носить тесто, или кто-то еще, то есть практически любой человек, у которого появляются неприятные ощущения в руках, я уж не говорю о боли, просто неприятные ощущения в руках, если он это будет делать буквально несколько минут, 2-3 минуты, больше не нужно, и после расслабления заканчивать это все легкостью, то вслед за этим появляется бодрость в руках, появляется ощущение, словно ты выспался, или по крайней мере хорошо отдохнул. И это самое главное, потому что наши ладони, наши руки связаны с королью головного мозга, и когда здесь все хорошо, в мозгу тоже все хорошо, уходит или по крайней мере уменьшается усталость, поэтому даже если вы думаете, что ваши руки не сильно устают, но если вы начинаете через какое-то время на работе тупить, очень сложно сконцентрироваться на том, что делать надо, попробуйте поработать с руками, буквально 2-3 минуты, и сразу появится легкость в голове. Очень хорошая вещь. Сергей Неведенко, Вторая школа здоровья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok